адлер называли эмеретинской долиной или долиной смерти здесь есть возможность взять уроки дайвинга а также пройти по стеклянному тоннелю и музей вы сможете увидеть более 100 отечественных автомобилей разных лет сам размер всей этой территории олимпийского парка у нас 200 гектар этот факел сочи является самым крупным за всю историю олимпиад сочинский автодром принимает гран-при формулы-1 и является знаменитой трассы восточной европы автодром где гоняют тачки сегодня мы посетим микрорайон в сочи занявший призовое место в антирейтинге блогера ильи варламова и докажем что он был неправ здесь находится один из самых красивых из старых маяков страны самый большой океанариум на черноморском побережье и автомузей где содержатся больше сотни советских автомобилей главная достопримечательность олимпийский парк где располагается сочи автодром гоночная трасса для проведения автомобильных соревнований все это адлер друзья а пока мы не продолжили хочу рассказать вам о крутой акции который запускает бренд о акция посвящена выходу на экраны невероятного приключения дисней круиз по джунглям покупайте любые средства о в любом магазине и регистрируйте чек по ссылке ниже в описании видео и участвую в розыгрыше главного приза круиза по черному морю для всей семьи на 200 тысяч рублей куча крутых призов для путешествий а за покупки в сетях партнеров спар окей глобус утконос вы также можете участвовать в розыгрыше еще и эксклюзивного приза сертификата на путешествие за 100 тысяч рублей адлер имеет богатую историю это было место ссылки сюда были направлены некоторые декабристы и люди которые не угодили императору тогда адлер называли эмеретинской долиной или долиной смерти связано это с тем что жаркий и влажный местный климат был идеальной средой для малярийных комаров курортная же сфера начала активно развиваться когда район был присоединен к сочи адлерский маяк одна из важных достопримечательностей он был построен в 1898 году и действует до сих пор его особенность в том что он самый южный маяк страны поскольку располагается в 10 километрах от границы с абхазией здесь же находится и сочи discovery world аквариум океанариум на два этажа площадью 6000 квадратных метров и внутри в нем находится 30 аквариумов здесь есть возможность взять уроки дайвинга а также пройти по стеклянному тоннелю конечно адлер известен своей гоночной трассой формулы 1 но если вы любите не только современные заряженные и ревущие автомобили советую вам также посмотреть и классические машины здесь находится автомузей сочи и музей вы сможете увидеть более 100 отечественных автомобилей разных лет и собственно говоря сам олимпийский парк сочи ребята парк реально огромный со своими объектами и ходить по нему чтобы посмотреть все я не знаю за один день ну если только бегом то вы конечно сможете его посмотреть поэтому лучший вариант берите в прокат какие-то самокаты вот берите какие-то мини мотоциклы такие это все дело быстро вы посмотрите кайф не устанете ходить короче просто бомба стоит вот эта вот штука тысячу рублей на час есть еще другие там всякие двухместные самокатики короче очень прикольно сам размер всей этой территории олимпийского парка у нас 200 гектар на его территории располагаются основные спортивные сооружения где проходили соревнования по разным зимним видам спорта самая грандиозная из них стадион фишт олимпийская деревня представляет собой 47 корпусов и рассчитана на три тысячи человек центр парка занимает чаша олимпийского огня этот факел сочи является самым крупным за всю историю олимпиад сочинский автодром принимает гран-при формулы 1 и является знаменитой трассы восточной европы длина трассы 5848 метров а ширина от 13 до 15 метров общее количество поворотов 18 но если вам наскучат все эти громоздкие сооружения рев моторов то вы можете отправиться в местные дендрарий парк южной культуры здесь растут более 5000 растений в том числе и редкие экзотические виды вы смотрите ребята вон парк вон на эти горки американские с другой стороны у нас автодром где гоняют тачки ребята тут он кухня народов мира можно подкрепиться португальская русская китайская кухня и картинг вон есть даже и вот спортом люди занимаются ребята насчет велопрокатов можно подумать изначально что велопрокат здесь где-то в одном месте велопрокат самоката прокат или вот прокат вот этих вот мотоциклов модных они есть везде мне кажется что в каждой точке в каждом уголке этого замечательного олимпийского парка есть какие-то прокаты какие-то ресторанчики забегаловки везде можно если вдруг вы устали можно сесть и доехать такое надо а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok